Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, а у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Семьи Колесниковых. Отгремели последние события, слава богу! Леши сегодня практически в кадрах не было, да. Вчера был у нас день очень богатый, так скажем, на события, богатый опять же благодаря Леше. Вчера я выпустила аж целых два видеообзора на Семью Колесниковых, да. Первое было связано с тем, как Леша опять в очередной раз нелицеприятно отзывался о женщинах. Вообще он любит оскорблять людей, при всем при этом кричит чуть что, а мы верующие, мы верующие, верующие мы, представляете, друзья мои, да. И, в общем, в связи с этими событиями в очередной раз хочу обратиться глухым, глухым, глухим и слепым обожателям Семьи Колесниковых. Вот если вы будете приходить на мой канал опять с этими, со своими очередными стенаниями по поводу того, что хватит, хватит говорить об этой семье, это прекрасные, замечательные люди, то советую вам одно, в конце концов, уже раскрыть свои глаза и почистить, наверное, уши или натянуть слуховой аппарат, поскольку Леша Колесников любит оскорблять людей везде, всюду, и не только своих подписчиков, но еще и в магазинах, в аптеках, в общественных местах. Так, оскорблять женщин, называть их курицами, нет, потом говорить, они глупее куриц, потом говорить, а это не женщины, да, как он вчера об этом сказал, это бабы, это бабы. Ну, в общем, с ним, в принципе, все понятно, да. И потом была вот эта очередная катавасия, якобы, значит, с его ипотекой, помогите, помогите, кассы взаимопомощи. Ну, в общем, для тех, кто не смотрел, можете посмотреть, у меня есть два видеообзора, вот, как раз-таки за вчерашний день. Ну, а сегодня, как говорится, в Багдаде все спокойно, только громкое название влога. «Жизнь такая штука Мэри, приходится все делать самой». Ну, это Светочка о себе, о себе любимый, сериал «Бедная Света» в главной роли золушка всех времен и народов, Светы Колесникова. Решила она испечь блины. И, в общем, знаете, непереводимая практически игра слов Светина. Вот, послушайте, я решила сделать начинку капуста с мясом, картошка с мясом. Решила сделать такую начинку без яиц, без сыра. Оно и хорошо. Было бы просто поесть, как гарнир. И пойдет в начинку. В общем, ну, а далее Светочка начала нам рассказывать, что еще, помимо всего прочего, что она занимается готовкой, она еще и распевает, видите ли, песни. Говорит, да, люблю я так проводить время. Говорит, помимо того, что я готовлю, я еще и разучиваю песни. Свет, ну ты у нас просто мастерица, Мария Искусница, буквально на все руки мастер, да? Ты как Гай Юлий Цезарь, который умел делать сразу же несколько дел одновременно. Но, да, нет, не соглашусь. Свете все-таки посоветую заниматься хорошо хотя бы чем-то одним. Да, ну еще, помимо того, что разучивать песни, лучше бы она в свободное время, по крайней мере, разговаривала со своими детьми, учила бы их читать, писать и так далее и тому подобное. А то одной уже через полгода меньше даже уже в школу идти, а там, как говорится, и конь даже близко не валялся. Ну, а далее завыла, вы знаете, простите, да, но по-другому не скажу, жалобно затянула песню, жалобливую песню. Вот вы знаете, так послушаешь ее, не зная Светочку, да, посмотришь и скажешь, святая женщина, просто святая женщина, не зная, какая она грубая с собственными детьми, какая она надменная со своими зрителями, как она любит надсмехаться над людьми, как она ржет, когда ее муж собачится с кем-то из женщин или из пожилых людей, да, как ее все это дело веселит. И тут вот эти вот жалобливые песенки типа а-ля верующий. Конечно же, Светкины хомяки и проникнутся, прослезятся вот этими песенками. Они дальше своего носа, конечно же, ничего не видят. Но нас этими, как говорится, песнопениями хрен купишь. Мы все давным-давно ее уже изучили. Честно, друзья мои, у меня тоже был период, когда я ее жалела. Думала, вот он такой ужасный узурпатор, а она такая бедная, несчастная, забитая тетка, да. Жалела-жалела, и даже тогда, когда писали, мы несколько лет назад еще у профессора, да, в общем, когда кроме профессора других каналов больше не было, вот. И, ну, потом, со временем я все-таки поняла, что, ну, как бы, жалеть-то ее жалеть понятно, да. Но, в свою очередь, Светочка сама никого не жалеет, только себя и любимого мужа. Ей плевать на детей, ей плевать на их здоровье, ей плевать на их внешний вид, в том, в чем они ходят, как они выглядят. Она не заступится за своих детей никогда, когда их будет гнобить собственный отец. Она будет так же ржать вместе со всеми, когда он будет бросаться грязной тряпкой в лицо на тот момент шестилетней девочки Виталина, да. То есть она будет так же стоять и ржать вместе со всеми. В общем, не поверите, друзья мои, Света буквально совершила чудо. Она решила порадовать свою семью, приготовить блины с начинкой. Прямо великое дело, подумала я, хотя, зная Свету, для нее это действительно великое дело. Она, знаете, вот по тому принципу, да, в понедельник фарш накрутит, во вторник его обжарит, а в среду, дай бог, только там заведет-наведет вот эти вот блины и напечет их, и то в лучшем случае. Поэтому, конечно же, верю, верю, что им проще покупать полуфабрикаты, да. Да, проще, а то пока мама сядет с обеда, да, ну спит же она до обеда, она же всегда об этом говорит, с обеда пельмени лепить, дай бог вечером только все семейство святое сможет усесться за стол, да. Вот я думаю, друзья мои, Света на самом деле дама очень медлительная. Ну что ж, ни для кого это, как говорится, не секрет. Медлительная она вообще сама по себе. Может быть, ей тоже подсказать, пусть ей Лешка на день рождения тоже прикупит ролики. А чего? Неделю-вторую, конечно же, она помучается, а потом, ну, уже будет чувствовать себя уверенно, будет буквально не ходить, а летать, как электровеник по дворцу, по улице, в общем, будет все и везде успевать. Просто супер, мама, да. Ну, а далее, друзья мои, еще один очередной влог в шоке от мамы. Света тоже счастливая, смотрю, часов и дней не наблюдает, говорит, кажется, сегодня 10 марта. Свет, когда кажется, креститься надо, ну, это так говорится, к словцу, да, к красному, на самом деле какая к черту тебе разница, 10, 11 марта, если ты вообще-то в принципе не работаешь. Ну, правда, Светочка и тут не угадала, оказалось, марта 11 у нее на тот момент, когда были съемки, в общем, да. Ну, и вот Светочка стояла, спокойно наблюдала из собственного окна, как все, значит, внизу бегали, как муравьишки, скакали вокруг папкиной машины и все мучились на морозе. Опять 25. Школьники собрались за знаниями, ну, конечно же, еще не только за знаниями, за котлетами с ПРФ в школу, да, а папкина машина в очередной раз морочила всем голову, не хотела она заводиться. Ну, что ж, Лешка, как всегда, любитель вкладывать деньги не туда, куда надо, да, почему не стал покупать, как говорится, новый аккумулятор в машину, вот теперь и мучается уже бог знает сколько. Родители, кстати, вообще, я обратила внимание, не думают никогда о детях, не переживают о том, что в мороз они могут замерзнуть, заболеть. Папа ведь мог встать пораньше, попробовать завести машину, да, заведется, не заведется, прогреть машину и потом уже позвать всех детей в теплую машину. Но нет, папка выходит вместе со всеми детьми, и те должны потом стоять, мерзнуть на морозе в своих вот этих вот тоненьких куртенках, да, в этих своих, значит, ботинках, где вот, как у Макса, помните, у него все ноги, как говорится, наружу, да, и ждать, когда же заведется та несчастная, как говорится, колымага. Ну, а Света опять третий день подряд возится с блинами. Блин, держите меня семеро. Надеюсь, к выходным все-таки она их напечет, дай бог, как говорится. Лешка доволен, друзья мои, доволен и счастлив. Слушайте, ну, редко, редко видишь довольного Леху. В костюме воина показывает, что с его станком все в порядке. Нет, не с тем самым станком, который у него находится ниже пояса, да, не с тем самым, хотя он очень любит все вот эти вот фривольные шуточки, да, шуточки ниже пояса, все, вот, делать на этом акцент, зад, туда, сюда, то, сё. Ну, в общем, сами знаете. А с его пилорамой, с его станком пилорамой, говорит, все нормально. Главное, говорит, руки не подставлять под пилу. Я что-то не поняла. Ну, как бы это логично, Леш. Слушай, а что, есть такие люди, которые специально подставляют руки под пилу? Блин, как скажут, хоть стой, хоть падай. Собрался, кстати, он продавать данный агрегат, данную пилораму. В общем, нет проблем у человека никаких. Вот от безделья он, бедный, несчастный, мается. Это называется, знаете, чтобы такое продать, чтобы продать что-то ненужное, надо вначале купить вот это что-то ненужное. Так и Лёха. Сначала купил непонятно что, потом мучился с ней, потом, значит, делал, теперь собирается продавать, да. Ну, не знает человек, чем себя занять. Лёш, устройся куда-нибудь на работу. Боже мой, хоть куда-нибудь, сторожем, охранником, куда-нибудь там, сутки через двое, сутки через трое. Вообще куда-нибудь устройся, и будет у тебя хоть как-то, ты вот не будешь вот это вот вечный дом, 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 вы там уже, по-моему, сходите с ума. Ну, а Света между тем продолжает стряпать блины. Блины у неё, правда, какие-то, друзья мои, в очередной раз странные, хрустящие по краям, когда она их сворачивает, треск стоит по полной программе. В общем, да, такие сухие, я так предполагаю, наверное, из-за того, что тесто у неё на воде, я не знаю, просто на воде как бы не пекла никогда, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Далее был прикол. Света чихнула себе прямо в руку, и не пошла её, не помыла, ничего не сделала, а этой же рукой стала заворачивать блины. Ну, вообще ничего не меняется. Потом села разгрузиться, как она сказала. Долго не могла она отдохнуть, и долго не могла потом уже она вспомнить, как же называется то, чем она села заниматься. Вот эта вот алмазная мозаика, в общем, она её назвала картина, потом она сказала, значит, ну, в общем, это алмаз. Алмаз, да, Свет, так и хочется вот сказать тебе пару ласковых, да, в принципе, не могу. Показала нам, кстати, все причиндалы к этой мозаике. Это вот это, это вот то, но это, но это то. Туда-сюда берёшь, подымаешь, пробуешь, подымаешь. В общем, вот эти вот все Светочкины слова, да. Что-то она там всё время подымала, поднимала. Говорит она, конечно, очень интересно. Ей, говорит, понравилось заниматься этим делом, собирается приобщить к этой алмазной мозаике ещё и собственных детей. Ну, что я могу сказать? Честно, я в шоке. Дети не читать, не говорить, не писать ничего, не умеют, не считать, да. А она собралась с детьми заниматься вот этой ерундой. Конечно, это не ерунда, а в свободное время спокойно действительно позаниматься. Это очень интересно. Но там, простите, с детьми надо заниматься, заниматься и заниматься. Дети разговаривать не умеют. Не то, что там читать, писать, да. И я говорю, опять же, скоро идти в школу, скоро и Виталини в школу. Но мама Света об этом вообще не думает. Показали нам в начале года несколько там бесплатных занятий, и на этом всё закончилось, да. В общем, что я могу сказать? Свете, Света, не позорься. Прежде чем садиться о чём-либо говорить, хотя бы выучи, о чём ты будешь говорить и как это называется. Ты практически пять минут экола, бэкола, мэкола, алмаз, туда-сюда ты даже не могла сказать. Алмазная мозаика. Боже ты мой. Ну, вообще. Вроде блогера, да, а два слова связать не могут. Ну, стыдно, ребят, стыдно. Так что у меня на сегодня всё, друзья мои. Вот такой у меня сегодня получился обзор. Естественно, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, ещё раз здоровья. Ну, и, конечно же, для тех, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всё, мои хорошие. Всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok